Здравствуйте, с вами компания Дом в дорогу, меня зовут Константин. Сейчас мы сделаем сравнительный анализ американского и европейского прицепа. Чем они отличаются друг от друга? Не по типу, а принципиально американского и европейского. У нас очень много таких анализов, но они как бы разбросаны. Где-то про одно, где-то про другое, где-то про третье, четвертое, пятое, десятое. И в этом видеоролике я решил свести в единое целое вот этот весь анализ. То есть рассказать обо всем. Давайте подойдем ближе, и я начну вам рассказывать. Значит, это европейский прицеп, это американский прицеп. Я принципиально не буду пока говорить названия, потому что я рассказываю в общем и целом про них. Первое, на что бросаются глаза, это слайдер. В европейских прицепах слайдера не бывает, а в американских он есть. Давайте посмотрим. Причем в некоторых автодомах или прицепах бывает до трех, а иногда до четырех слайдеров. Здесь он один. Вот он. То есть слайдер это как бы выдвигаемая стена, потому что объем помещения в основном делает не длина прицепа, а ширина прицепа. То есть чем он шире, тем больше ощущение того, что мы живем не в доме на колесах, не в автокабине, а в нормальном жилом помещении. Итак, слайдер. В европейском его нет. И я сейчас объясню почему. Значит, дело в том, что слайдер утяжеляет конструкцию. Вы в Европе мало найдете вот таких автомобилей. То есть там практически нет ни Land Cruiser 200, ни High Lux, ни Prat. Ну там они есть, но их мало. В основном каждый житель Европы, он экономит на бензине. Там очень дорогое топливо, и каждая капля бензина для них что-то стоит. И вообще они на всем экономят. Слайдер всегда утяжеляет конструкцию. И в Европе обычные седаны, которыми буксируют европейские прицепы, конечно же не потянут прицепы со слайдером. Поэтому в Европе слайдеры не делают. Плюс еще техническая сторона. Европейские прицепы, они ниже. Слайдер делать гораздо сложнее. Арки колес как бы внутри прицепа, а здесь арок колес нет. В общем, сочетание технических сложностей, низкого клиренса в Европе и утяжеление конструкции не позволяют делать в Европе слайдер. Ну сами посудите. Я, например, даже понятия не имею, сколько стоит газ. Но активным пользователем газа я являюсь. Потому что у меня дома газ, я баллоны заправляю газ. Я даже не задумываюсь над тем, сколько они стоят. А в Европе, ну сами понимаете, какая цена газа сейчас и бензина вообще. Поэтому там слайдеров нет. Это дорого. Дальше поехали. Клиренс. Ну тут само за себя все говорит. Значит, клиренс у европейского прицепа вот такой. Видите, да? А у американского прицепа вот такой. Я, если честно, проехал полмира с прицепами за 15 лет, где я только не был. Я ни разу не помню, и вот этот прицеп американский эксплуатирую полтора года. Я ни разу не помню, чтобы я зацепился где-то за асфальт. Тогда, когда я путешествовал с европейским прицепом, ну каждую поездку я цеплял. В каждом прицепе есть четыре так называемые лапы. Лапы предназначены для устойчивости прицепа во время стоянок, не во время движения. Но другими словами, мы ходим по прицепу, чтобы его на амортизаторах не ходило туда-сюда. Для тормоза, ну, это фундамент прицепа, который соприкасается с землей. И лапы во время стоянок нужно выдвигать. Как это делается, Малик, ну-ка покажи, как это делается в европейском прицепе. В европейском прицепе мы вставляем вот этот ключ и просто тупо начинаем крутить. Вот, видите, да? Вот, ну, зимой они иногда замерзают, выкрутить невозможно. Но все равно, установка европейского прицепа в местах отдыха – это работа. Что-то нужно крутить, что-то поднимать, что-то толкать. Малик, давай назад. Теперь давайте посмотрим, как выдвигаются лапы в американском прицепе. Не во всех американских прицепах, но в серии Keystone Ballet и в серии Kodiaq, а это Keystone Ballet, есть вот такие вот кнопочки. Видите, да? Вот давайте сейчас я нажму на вот одну, их две, да? То есть передняя, передняя лапа и задняя лапа. И посмотрим, что будет. Вот, обратите внимание. Я никаких усилий не прикладываю и опускаю лапу. Переднюю. Причем одна кнопка на две лапы. Если одна лапа встречается с землей раньше, то вторая как бы доходит до земли, а первая ждет. Видите, да? Все. И давайте посмотрим, как это делается сзади. Ну вот, видите, то есть электродвигатель опускает эти лапы. Так. Так, вот я на слух, я их не вижу, но я на слух ощущаю. Я сейчас на слух определю, когда эти лапы соприкоснутся с землей. Вот все. То есть на слух определил. Почему в европейском прицепе сложно поставить такой двигатель? Опять-таки из-за клиренса. Вот обратите внимание, какой здесь маленький клиренс. И какой клиренс здесь большой. А вот стоит сам электродвигатель. Электродвигатель стоит в очень опасном месте. То есть в месте, где потенциально он может во время движения соприкоснуться с землей. Но высокий клиренс не позволяет это сделать. То есть не позволяет разбить этот электродвигатель во время движения по неровной дороге. Но также защитой здесь служит эта лестница. То есть лестница не позволит соприкоснуться с землей. А если этой лестницы нету, то здесь очень большое пространство для установки защиты этого электродвигателя. А здесь это сделать практически невозможно. Ну представьте, мы сейчас поставим этот электродвигатель. Он будет выпирать вот аж сюда. Но после первой поездки его разобьют и все. Именно по этой причине в европейских прицепах электродвигателя не ставят. Также и передний электродвигатель LAP. Он установлен очень высоко от земли. Потому что клиренс прицепа позволяет его устанавливать очень высоко. А защитой служит вот эта рама. Потому что если что, землей... Я не знаю по какой дороге нужно ехать, чтобы было соприкосновение с землей электродвигателя. Но если это произойдет, тогда конец этого зацепного устройства не позволит это сделать. Вот сейчас очень интересный момент. Я сейчас расскажу об отличиях в системе водоснабжения и канализации. Вот когда на этом месте стоял европейский прицеп, он стоял как транспортное средство. То есть мы приехали, загнали его и здесь не жили. А ведь иногда хочется сбежать от детей, просто спрятаться здесь. Или поселить каких-нибудь гостей, которые не помещаются в дом. То есть даже несмотря на то, что этот прицеп не в месте отдыха где-нибудь на море, не в кемпинге, он стоит во дворе. Хочется иногда в нем пожить по разным тем или иным причинам. И в европейском прицепе вот в таком не получалось. Не потому, что он меньше. Совершенно по другой причине. Дело в том, что в этом прицепе система канализации устроена так, что если он стоит рядом с септиком, рядом с источником слива этой воды, то систему канализации прицепа общую можно вот с помощью этого гофрированного шланга подключить к септику. И все нечистоты, вся серая и черная вода, все то, что мы купаемся, моемся, ходим в туалет, все транзитом уходит вот в этот септик. Вот давайте я вам сейчас покажу вот эти гофрированные шланги. Вот они, видите, да? Вы спросите, а как быть зимой? Все очень просто. Значит, даже если будет сильный мороз, то если эти шланги будут стоять под углом полтора-три градуса, то там никогда вода не замерзнет. И в следующем ролике я покажу, как это сделать. Сейчас они просто стоят без подставок. Вот именно это создает условия для жизни в этом прицепе. И для того, чтобы голова не болела, что что-то нужно слить, что-то вылить и так далее. Теперь давайте посмотрим, как все это устроено в европейском прицепе. В европейском прицепе я сейчас буду рассказывать о черной воде. Сначала о черной. В европейском прицепе черная вода – это часть нас. Вся черная вода сливается вот в эту кассету. Здесь 20 литров. В американском прицепе 139 литров. 20 и 139. Но удобство даже не только в стационарном состоянии, но и в кемпинге. Дело в том, что когда вы живете здесь, неважно, дома или в кемпинге, или где-то на природе, куда-то выехали отдыхать, вот эту кассету при условии, что у вас 3 человека, нужно сливать раз в сутки. То есть раз в сутки вынимать, куда-то там идти, да, и нажимать на эту кнопку, и вот всю эту дрянь, держа в руках, выливать. Конечно, тут химия, не воняет, все, но все-таки, да, ну раз в сутки. Вот вся эта система в американском прицепе, еще раз напомню, она выглядит по-другому. Даже когда вы уезжаете в какой-нибудь кемпинг, и живете вчетвером в этом прицепе, бака, который рассчитан на 139 литров, хватает на 6 дней пребывания в кемпинге. Совершенно не думайте об этом. И всегда вы приезжаете на место стоянки раньше, чем у вас заполнится этот бак. И вы выливаете сюда, и вообще не прикасаетесь вот с этим делом. Вы здесь присоединили гофрированный шланг, сзади потянули ручку, и вся вот эта черная-серая вода слилась. Вы даже, ну разве что только в окошечке наблюдаете за ней. Теперь по чистой воде, по системе чистой воды. Тут все тоже очень интересно. Дело в том, что вы подключаете чистую воду к прицепу и подаете в прицеп давление. Вот видите, я подал. Я подал давление городской воды. Пойдемте посмотрим, как здесь тонко это подключено. Вот обратите внимание, шланг заходит в прицеп внизу. Видите, да? А здесь он подсоединяется к быстросъемному коннектору в отапливаемом маленьком помещении. Да еще и можно свет включить. Зачем это сделать? Почему так сделано? Дело в том, что зимой вот эта штука здесь никогда не замерзает. И мы свободно можем снять этот быстросъем. Когда мы ставим под давление трубопроводную систему прицепа, под давление от сетевой воды, мы можем использовать это давление для установки посудомоечных и стиральных машин. То есть внутренний бак прицепа не используется. Внутренний бак прицепа используется тогда, когда мы куда-то поехали и нет вот этого шланга с сетевой водой. Теперь давайте посмотрим, как все это устроено в европейском прицепе. В европейском прицепе вода заливается так же, как вы заливаете бензин. То есть вставляете шланг, открываете в воду, и она туда льется. Почему это неудобно? Дело в том, что трубопроводная система прицепа становится под давление тогда, когда открывается кран. В кране микровыключателя этот кран открывает насос, бортовой насос прицепа, и в момент, когда льется вода, система под давлением. Как только мы выключаем воду, то есть закрываем кран, трубопроводная система не под давлением. Значит, мы не можем использовать посудомоечную и стиральную машину, которым нужно вот это самое давление. Вот. Ну, и плюс ко всему, когда заканчивается вода в баке, нам опять нужно доливать, тогда как в американский прицеп эта вода поступает непрерывно. Ну, если честно, то в европейских прицепах в качестве доп. опции можно использовать сетевую воду, но опять-таки через бак. То есть, по принципу унитаза, бак заполнился, кран сетевой воды перекрылся, бак, уровень в баке упал, и кран сетевой воды открылся, если присутствует сетевая вода. Ну, немножко неуклюже. С этого года они начали ставить все-таки систему, как у американцев. Но опять-таки здесь какой-то клапан дросселирования, который снижает давление вот этой городской воды, потому что трубопроводная система европейского прицепа не рассчитана на давление сетевой воды. Во многих американских прицепах существует так называемый outside kitchen. Это классная вещь. Значит, это холодильник и печка. И здесь такая полочка для электричества. И вот эта газовая печка, здесь вот газовые конфорки, видите, да? И когда вы не используете газовые конфорки, вот эту печку можно использовать как полочку, например, поставить сюда умную колонку и включить музыку. Тогда как ни в одном европейском прицепе outside kitchen нет, и европейцы даже не знают, что это такое. Теперь смотрите, вот в этом прицепе маркизы нет, да? Но если бы она была, как работает маркиза в европейском прицепе? То есть нужно воткнуть специальный ключ, крутить его, да? Она выходит, второй человек там держит эту маркизу, чтобы она там не упала, потому что вы здесь держите ее ключом, второй человек держит ее, когда находится там. Выдвинули ее приблизительно сюда, вытащили вот эти вот палки, прибили их к земле, когда нужно ее открывать, привязали какими-то там веревками, потому что если ветер будет, то маркиза может просто улететь. И каждую ночь нужно ее обратно закрывать, потому что при возникновении ветра все эти колышки, то, что мы прибиваем, привязываем, это все ерунда. Или, допустим, если дождь пойдет, вода нальется, я уже об этом неоднократно рассказывал, нальется в середине маркизы, и маркиза просто сломается. У меня один раз так было. Чтобы ее сложить, нужно опять-таки вытащить эти колышки, задвинуть маркизу, ее там закрутить и так далее. То есть, видите, только один рассказ занимает сколько времени, чтобы вытащить эту маркизу. Как это устроено в американском прицепе? В американском прицепе вот маркиза. Значит, ну, сейчас выдвигать мы ее полностью не будем, я просто покажу, как она выдвинется вот сюда. Вот так вот, видите? Нажатием на кнопку она сама выдвигается. То есть, тут просто нажать на кнопку, подождать, пока она выдвинется и пока она закроется. Это сделано, во-первых, для удобства и для того, ну, на отдыхе мы должны отдыхать, а не работать. Мы не должны что-то там крутить, вертеть, задвигать, вынимать, бегать вокруг прицепа. Мы должны просто нажать на кнопку, подождать 10 секунд и дальше отдыхать. Вот именно поэтому тут маркиза с автоматизированным, с электрическим приводом, то есть, вечером ее закрыл, утром открыл и все. То есть, это очень удобно. Так, теперь о раме. Фундамент каждого прицепа это рама. На раме расположен жилой модуль. Рама держит все. Она должна быть крепкая. Значит, если рама у нас какая-то не такая, плохая, маленькая, гнущаяся, или что-то там еще, то есть, другими словами, если что-то случится с рамой, то прицепа нет. Значит, что из себя представляет вот эта рама? Рама европейского прицепа. Она составная. Она состоит из двух частей в одноосных прицепах и из четырех двухосных. Ее собирают, скручивают болтами. И в связи с тем, что ее собирают и скручивают болтами, нужно следить за тем, чтобы эти болты были все время затянуты. Иначе у вас рама, со временем, будет представлять из себя коромысло. То есть, вот так. И чтобы поставить прицеп ровно, то есть, он ровно может быть либо спереди, либо сзади. Я не знаю, почему они делают составные части. Вот, в частности, у прицепов хобби рамы производит сама хобби. Во всех остальных европейских прицепах рамы Алка. То есть, это фирма, которая сделана, которая делает свои рамы из мощной стали круповской и так далее. Здесь рамы хобби. Что это за рамы? То ли они сами их делают, то ли они привозят их из другой страны, я не знаю. Но факт тот, что рамы составные. В американском прицепе, вот, несмотря на то, что прицеп такой длинный, огромный, рама здесь цельная. Она, тут нет каких-то скручиваемых, элементов, которые ее соединяют, не нужно ничего подкручивать. Вот она цельная и все. И самое главное, здесь рама толще на 0,7 мм. Здесь она крепче. Да и я по себе сужу. То есть, после года эксплуатации прицепа Хобби Престиж 720 я увидел, что пол стал кривой у него. Здесь я уже полтора года эксплуатирую и все время ровая. А что такое пол кривой? Пол кривой, это не только вот он стоит непараллельно, но и мебель, которая установлена на полу, а соответственно на раме, она тогда, когда рама кривая, она как бы разъезжается и в мебели появляются щели. Здесь такого нет. Вот здесь такое наблюдалось. Я еще раз скажу то, что очень важно для понимания, почему в Европе нет прицепов со слайдером. Дело в том, что европейские страны, это страны, где экономят буквально на всем. Там очень дорогой газ, очень дорогое топливо. Соответственно, люди не могут себе позволить мощные автомобили, которые потребляют много топлива. И в связи с этим эти прицепы там должны быть легкие. Ну, это чувствуется буквально во всем. Отсутствие электродвигателя на лапы, отсутствие электродвигателя на слайдер, отсутствие слайдера, который очень сильно утяжеляет конструкцию. Давайте зайдем в этот прицеп и посмотрим. Обратите внимание, прицеп с завода, он абсолютно новый, но в прицепе нет кондиционера, в прицепе нет кухонной вытяжки, в прицепе нет газового бойлера, тут электрический бойлер. Вот все, все это выполнено не из натурального дерева, все это выполнено из какого-то там шпона, облегченного материала, ну, скажем так, он легкий и красивый. Вот обратите внимание, все глянцевое, все горит, вот это все легенькое, все здорово, все замечательно, но если сильно ткнуть пальцем, можно проткнуть. я даже не понимаю, почему здесь нет замков, это связано с легкостью или нет, но может быть это связано с какими-то другими вещами, но почему-то замка здесь нет, если мы резко затормозим, то все это вылетит отсюда, да, вот, значит, дальше, здесь нет духовки, кондиционер, кухонная вытяжка, духовка, маркиза, они могут быть сюда поставлены в качестве дополнительной опции, но на все прицепы, которые выходят с завода, все эти допы не ставят, на то они и допы. Почему так сделано? Завод должен выпустить прицеп максимально легким, чтобы его мог купить потребитель с максимально дешевым автомобилем, это очень важно понимать. А если у человека немножечко больше автомобиль, чем какой-нибудь Volkswagen Passat, то он может навешать на этот прицеп дополнительные опции, что увеличит его массу. Соответственно, автомобиль должен быть мощнее, должен больше потреблять топлива, что для европейцев не всегда хорошо. Теперь давайте посмотрим, что есть в американском прицепе. Еще раз, здесь, в европейском прицепе, кондиционера нет, духовки нет, маркизы нет, кухонной вытяжки нет, минимальная система отопления, пошли в американский прицеп. Сейчас мы находимся внутри американского прицепа. В Америке нет вообще такого понятия, дополнительной опции. Американцы не любят, когда им продают то, где чего-то нет, где чего-то не хватает. Для них вообще является дикостью продать прицеп или какое-то транспортное средство без кондиционера. То есть, они этого не понимают. Поэтому, кондиционер всегда здесь есть. Причем, это не простой кондиционер, это инверторный кондиционер, современный. Ну, что такое инверторный, я расскажу вам попозже. Дальше. Всегда есть духовка, всегда есть микроволновка. Кстати, в европейском прицепе не было микроволновки. Это тоже там, доп. опция. Здесь это не является дополнительной опцией. Холодильник здесь компрессорный. Кстати, в европейском прицепе абсорбентный холодильник. Но это связано не столько с экономией, сколько с тем, что некоторые американцы иногда используют абсорбентный холодильник, потому что он питается от газа. а компрессорный холодильник это холодильник как у вас дома он всегда питается от электроэнергии тут электроэнергии 12 вольт дальше у этого прицепа всегда в стоковый комплект что такое стоковая комплектация комплектация по умолчанию есть маркиза я вам только что ее показывал не буду повторяться ну соответственно всегда все американские прицепы идут с телевизорами и так далее еще обратите внимание во всех во всех без исключения шкафах вот такие вот защелки они такие простые но во всех транспортных средствах надежность создается простотой не какие-то там не магнитики или чего там еще именно вот такие вот мощные защелки потому что во время движения если открывается шкаф то это всегда очень плохо но вот вы представляете если во время движения откроется холодильник на повороте вот эта дверца откроется все это продукты окажутся здесь поэтому здесь американцы находят вот такое вот решение вот они так закрывают и все еще самое главное то что мебель всех американских домов на колесах выполнена из натурального дерева американцы не любят экономить американцы пользуются тем что сделано из самых лучших материалов кстати о самых лучших материалах давайте поговорим снаружи из какого материала сделан американский прицеп из какого материала сделан европейских прицеп пошли вам покажу американские передовые авиационные технологии наконец-то пришли в строительство американских домов на колесах дело в том что это композитный материал а это обычный алюминий композитный материал делает прицеп крепче менее теплопроводным то есть холод здесь поступает не так интенсивно как в европейском прицепе теплопроводность вот этих стенок гораздо ниже чем тепловодность европейских стенок выполненных из алюминия и они гораздо легче и вот здесь поставьте закладку мы вот к этой фразе гола гораздо легче вернемся буквально через минуту из чего сделаны стены европейского прицепа это алюминиевая поверхность в отличие от композитных материалов дело в том что существует такое понятие температурное расширение и сжатие вот кто изучал материаловидение тот меня поймет значит зимой прицеп сжимается весь потому что холодно летом он расширяется зимой сжимается летом расширяется представьте сейчас мы проволоку будем вот так вот туда-сюда туда-сюда естественно вы ее сломаем правильно вот происходит то же самое и здесь и первые трещины европейских причем во всех европейских прицепах появляются вот здесь вот здесь и здесь вот именно вот здесь слабые слабые места и от этих температурных расширений Появляются трещины, которые не ухудшают потребительских свойств прицепа, но делают его некрасивым. Тогда как американский прицеп сделан из композитных материалов. И здесь такого не бывает вообще и никогда. Но я повторюсь, что теплопроводность этой стенки гораздо ниже, значит он лучше сохраняет тепло. Теплопроводность алюминиевых поверхностей гораздо выше, алюминиевые поверхности хуже сохраняют тепло. Помимо этого, крыша у американского прицепа прорезинена. Для чего это нужно? Когда по нему бьет дождь, его практически не слышно. Тогда как в этом прицепе, если по нему бьет дождь, в нем находиться, ну не то чтобы неприятно, но все равно сильно бьет дождь по крыше, его хорошо слышно. Здесь практически не слышно. Вот давайте сейчас зайдем в европейский прицеп и послушаем, как дождик стучит по крыше. Ну, давайте теперь пройдем вот в этот Спрингдейл. Вот он, он не под навесом стоит, видите, да? И давайте послушаем акустическую обстановку в Спрингдейле во время дождя. Амортизаторы прицепа. Здесь амортизаторы рессорные, здесь резино-жгутовые. Ну, что такое рессора, рассказывать не нужно. Все знают, что такое рессора. Что такое резино-жгутовая подвеска, мало кто в этом разбирается. Попробую вам рассказать на словах. Резино-жгутовая подвеска – это, представьте себе, ось, которая представляет из себя квадратную трубу. В этой квадратной трубе вставлена еще одна квадратная труба под углом 45 градусов. Внутренняя труба. А по углам внешней трубы внутрь вставлены резиновые жгуты. Вот от этого и называется резино-жгутовые амортизаторы. И вот в эту внутреннюю трубу вставлены оси вот этих колес. И когда прицеп едет на кочках, эта резино-жгутовая подвеска изгибается. И таким образом происходит амортизация. К чему я это говорю? Со временем, года через два, эти оси нужно менять. По сути, это расходный материал. Оси неразборные. Резино-жгутовую подвеску отремонтировать невозможно. В Германии эта процедура занимает где-то минут 20. Подъехал прицеп, поднял, снял одни оси, вставил другие и все. Они огромные. Но у нас эти оси не производят. И для того, чтобы поменять их, нужно ехать туда. Конечно, можно их оттуда привезти. Представляете, какую таможню вы заплатите. Поэтому нужно ехать в Европу, чтобы поменять эти оси. Здесь стоят обычные рессоры, которые установлены на 100% грузовых автомобилей. Эти оси у нас умеет делать любая средняя мастерская. Причем поставить могут, изготовить под заказ. Там одна ось, кажется, 7,5 тысяч стоит. Могут поставить и от КамАЗа, и от Урала, и от чего угодно, и усиленную, и какую хочешь. Если она сломалась, не нужно ехать куда-то, завезли в любую мастерскую по ремонту грузовых автомобилей. Сутки их вам сделают, при условии, если она сломалась. Поэтому здесь таких проблем вообще не возникает, в принципе, то бишь совершенно. Теперь опять-таки вернемся к клиренсу. Вот обратите внимание, клиренс, какой высокий у американского прицепа. И низкий у европейского. А теперь давайте посмотрим. Вот мне некоторые спрашивают, а как же его буксировать? Клиренс высокий, а значит сцепное устройство выше, чем шарик фаркопа автомобиля. Теперь давайте посмотрим, на какой высоте расположены сцепные устройства обоих прицепов. Американского и европейского. На одной и той же. То есть высота и у того, и у другого одинаковая по стандарту. Видите, да? Несмотря на то, что у американского прицепа клиренс значительно выше. Тоже очень важно. Значит, как тормозит прицеп? Я вам попытаюсь объяснить на словах. У европейского прицепа тормоза наката. Запомните это название. Тормоза наката. У американского прицепа электрические тормоза. Не тормоза наката. Что такое тормоза наката? Дело в том, что когда тормозит тягач, даже когда вы ногу снимаете с педали акселератора и автомобиль теряет ускорение, прицеп начинает по закону инерции как бы въезжать в этот автомобиль, толкать его. И здесь возникает сила, направленная вот сюда, вот в эту сторону. Эта сила толкает механизмы и передает усилие на колодки прицепа. То есть в момент торможения тягача тормоза наката передают усилие на колодки прицепа. Они поэтому и называются тормоза наката, потому что прицеп накатывается на тягач. Или инерционные тормоза. Прицеп в силу инерции накатывает на тягач и передает свои усилия на колеса. Поначалу они эффективны, но по мере того, как стираются колодки, я сам на себе это все прошел, по мере того, как стираются колодки, тормоза наката становятся неэффективны. Или по мере разрегулировки этих тормозов. Поэтому там, где-то там, в недрах прицепа за колесом существует крутилка, которая их подтягивает. Со временем, где-то через год, через полтора прицеп начинает бодаться. То есть, вы начинаете тормозить, прицеп не срабатывает и въезжает в тягач до того, как начинает тормозить колодки прицепа. Это называется бодание. Не всегда хорошо, когда колодки начинают стираться и нужно там что-то регулировать. Это первый недостаток. Второй недостаток я испытал на себе. Дело в том, что если у вас присутствует очень долгий затяжной спуск, то, чтобы не перегревались колодки тягача, мы тормозим двигателем. То есть, мы не нажимаем педаль газа и все время тормозим двигателем. Мы ставим пониженную передачу. Не важно, это автомат или ручная коробка. Мы ставим пониженную передачу и тормозим двигателем. Но если мы едем в сцепке с прицепом и также тормозим двигателем, то автомобиль-то двигателем тормозит, а прицеп на затяжном спуске все равно накатывается на тягач. Как бы мы этого не хотели, он накатывается на тягач и всегда колодки трут от диска прицепа. И он может нагреться до такой степени, у меня один раз было это в Норвегии, что резина чуть ли не сгорела. И чтобы этого не происходило, нужно через каждые 3-4 километра на затяжном спуске останавливаться. Вот это система накаты, которая устанавливается в европейские прицепы. Теперь давайте поговорим об американских прицепах. В американских прицепах тормоза электрические. Что это значит? В автомобиле установлен так называемый брейк-контроллер. В брейк-контроллере стоит маятник, как на обычных часах с кукушкой. Он только маленький, микроскопический. Когда машина тормозит, этот маятник начинает отклоняться в силу своей инерции. Маленький-маленький маятник. И наводит электричество, то есть с помощью индукционной катушки увеличивает ток, который подается на тормоза прицепа. И чем сильнее мы тормозим, тем сильнее тормозят тормоза прицепа. Во-первых, сам брейк-контроллер можно подкрутить. Таким образом мы отрегулируем силу, которая надавливает на колодки прицепа. Если они немножечко стерлись, не нужно там ничего внутри крутить, просто бегунок подкрутить. Есть специальные брейк-контроллеры дорогие, которые через Bluetooth передают все это на iPhone. Но я не стал ставить, это лишнее. И самое главное, когда вы спускаетесь на затяжном спуске, то, что прицеп давит на тягач этим тормозам по фиолету, пока тягач не получит отрицательного ускорения, прицеп тормозить не будет. Поэтому на затяжном спуске диски колес не греются. Я это испытал на себе. Я никогда в жизни теперь не променяю электрические тормоза на тормоза наката, потому что электрические тормоза значительно эффективнее тормозов наката. Электрические тормоза устанавливаются в американских прицепах, а в европейских прицепах ставятся тормоза наката. Наверное, опять-таки от экономии, не знаю. Но электрические тормоза гораздо эффективнее. Теперь о недостатке американского прицепа. Единственном недостатке, который имеет место быть. Ну вот я сейчас говорю именно об этом прицепе. Дело в том, что, ну это и недостаток, и преимущество одновременно. Дело в том, что оси прицепа американского смещены назад, они не посередине прицепа, они смещены немножко назад. Тогда как оси всех, без исключения европейских прицепов, ну вот отсюда можно снять, они строго посередине прицепа. Для чего так сделали американцы? Дело в том, что при движении прицепа есть такая вот тенденция к раскачке, к рысканию туда-сюда, влево-вправо. Потому что во время движения прицеп представляет из себя маятник, если у него оси расположены посередине. А раскачка эта штука достаточно неприятная, она не позволяет увеличивать скорость прицепа до тех значений, с которыми нам классно ехать. Вот. И чтобы увеличить буксируемую скорость прицепа, оси сместили назад в Америке. Но мы получили высокую скорость, убрали вот эти рысканья, но получили один минус, нагрузку на шар высокую. То есть если оси смещены назад, то нагрузка на шар увеличивается. И американцам это можно, потому что у них мощные тягачи, мощные рамные тягачи. Ну, типа Hilux, типа Land Cruiser 200, Lexus и так далее и тому подобное. А Европа на всем экономит, у них мощных тягачей мало. Вот. И тягач должен быть рамный. Вот именно это обстоятельство не позволяет эксплуатировать американские прицепы в Европе. Европейцы их просто не будут покупать. Но в России совершенно другая ситуация. Мы не экономим на бензине, мы не экономим на газе. У нас очень много дорогих рамных машин. И в связи с этим, в связи с этим мы можем эксплуатировать вот такие прицепы американские. Но что делать с людьми, у которых, допустим, хороший BMW или хороший Mercedes, но он не рамный. И такую нагрузку на шар, как у этого прицепа он не выдержит. И вот об этом еще не знают европейцы. Дело в том, что после того, как американцы начали делать стены из композитных материалов, они облегчили прицеп и снизили нагрузку на шар. И в Америке появились прицепы, которые можно, уже можно буксировать европейскими тягачами. Европейцы пока про это не в курсе. Вот и вы первые, наверное, которые узнали об этом, потому что мы все это исследовали. Как отличить американский прицеп, который может буксировать обычный тягач, от того американского прицепа, который не может? Дело в том, что в названии каждого прицепа присутствует цифра. Вот, например, это такие Stone Ballet 290 BH. И вот, если в названии прицепа именно серии Bullet, вот с этими композитными материалами, цифра меньше, чем 24, то этот прицеп может буксировать нерамный хороший тягач. То есть, Keystone Ballet Crossfire 24-30 BH, Keystone Ballet 22-00 BH, Keystone Ballet 17-00 BH. То есть, если цифра меньше, чем 24, значит, его может буксировать нерамный тягач. Сейчас я вам расскажу про цепное устройство. Тут есть о чем мне рассказать. Пошли. Теперь смотрите, как осуществляется зацеп европейского прицепа. То есть, мы должны подогнать тягач и сделать так, чтобы шарик был под зацепным устройством. А затем, крутя под катное колесо, мы опускаем вот это зацепное устройство. То есть, мы крутим, 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 крутим. И вот так мы зацепили его. Так, дальше. Теперь, как отцепить? Мы должны вот таким вот движением сюда, потом... Вот видите, у меня уже не получается. Не выходит. Так. Или навык потерял, или фиг его знает что. Так. Сюда, потом туда. Сейчас, сейчас. Сюда, потом туда. Нет, нет. Тут нужно вот это. Ты снимаешь? Да. Так. Снимай. Я уже или забыл, или... Или он новый, потом... Поэтому... Сейчас. Сейчас, 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 ну-ка, ну-ка. Что мы не так делаем? Это я зажимаю. Это как я... Это я уже привык к американским. Так. Все. Оно на весу. Да? А, вот. Нужно было... То есть, вот в таком положении, держа, нужно крутить. Крутить. И поднимать его вверх. Я уже устал. Так. Все. Так. Теперь смотрите, как мы отцепим. Давайте я сейчас... Ну, для начала. Давайте я вам покажу. Я сейчас выключу везде свет. Допустим, представьте, что ночь. Где-то мы на какой-то там глухой заправке. Я хочу вам показать, как осуществляется зацепка прицепа, американского прицепа, в полной темноте. Вот меня практически не видно. Первое, что мы делаем. Значит, ну, вот европейский прицеп тут понятно. Тут никакого света нет вообще. Нужно там телефон доставать, или фонарик, или что-то еще. Здесь, в американском прицепе, чтобы осветить, вот, мы включаем. И вот здесь вот у нас подсветка. Очень все удобно, здорово и замечательно. Американцы в основном таскают прицепы на пикапах. Вот тут что-то там внутри есть, да. И даже здесь вот так тонко предусмотрели американцы вот это удобство. Вот мы включили свет, и все это пространство становится освещено. Вот какая мелочь, но приятно. Почему бы европейцам так не сделать, да? Вот, дальше ничего крутить не нужно вообще. Вот чтобы зацепить тягач, достаточно просто нажать на кнопку и подождать. Видите, да? Я вот одной рукой это делаю. Вот смотрите, раз, и зацепили. Все. Сейчас мы опустим. О, все. И все. А легким движением руки мы прицепили прицеп к тягачу. И точно так же давайте мы расцепим. Вот, смотрите, мы вот это вот берем, вот эту штуку. Вот еще раз. Вот одним пальцем, одним мизинцем. Раз. И поднимаем. Нажали на кнопку. И поднимаем конструкцию прицепа. Давайте посмотрим сейчас, как мы это сделаем. О, и все. И расцепили. Не нужно ничего крутить, толкать, отгинать, тянуть. Вот. Все это делается быстро и легко. С вами была компания Дом в дорогу. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Подпишитесь на наш канал, потому что впереди очень много интересных роликов. И еще мы не только продаем дома на колесах, но и организовываем путешествия с домами на колесах по всему миру. Сайт домвдорогу.ру с нами интересно. Компания Дом в дорогу приглашает вас в самое интересное, самое невероятное, самое удивительное путешествие с автодомами по США, которое будет проводиться с 30 сентября по 23 октября 2023 года. Это наше третье путешествие. И о многом говорит то, что все, кто ездил с нами первые два раза, уже записались в наш новый тур. Мы прилетаем в Лос-Анджелес, берем в аренду автодома и едем по западному побережью США. Лос-Анджелес. Парк Джошуа-3. Экскурсии по национальному заповеднику Секвое. Посещение самого большого дерева в мире генерал Шерман. Ессемотский национальный парк, гранитные горы-гиганты, озера, олени, парки, водопады. Самый настоящий город-призрак. Сан-Франциско, Портленд, Фритвудский лес, Сиэтл и многое-многое другое. Но для того, чтобы поехать с нами, надо получить американскую визу. Специалисты компании Дом в дорогу организовывают запись на собеседование и оформляют все необходимые документы. Пройдя по ссылке под этим видео, вы попадете на страницу, где, заполнив специальную форму, вы начнете процедуру оформления визы в США. Чтобы успеть получить визу и поехать с нами, начните это прямо сейчас.